Чем задел феминисток Дмитрий Рогозин? Что не так с рекламой мази для ног? И кто стал сексистом года? Расскажем сегодня. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Термин «сексизм» появился в 1960-е годы с подъемом феминистского движения и образован по аналогии со словом «расизм». Сексизм как идеология ставит роли, способности, интересы и модели поведения людей в зависимости от их половой принадлежности. Условно говоря, девочки в розовом, мальчики в голубом. Кто-то должен был разрушить эти стереотипы. Так в 2010 году появилась антипремия Рунета «Сексист года». Инициативная группа «За феминизм» придумала ее, чтобы привлечь внимание к проблеме сексизма в России и инициировать создание специального закона, гарантирующего искоренение языка вражды в отношении женщин в информационном пространстве. В этом году лауреатов премии «Сексист года» объявляли в десятый раз. Сегодня назовем всех кандидатов. Средства массовой информации в номинации представлены. РБК «Перми». Кандидатов для этой номинации выбирала учредительница антипремии «Сексист года» Наталья Биттен. Язык вражды в отношении женщин только усиливается. И я уверена, что мы вовремя начали эту премию, потому что если молчать, то женщина будет очень плохо. А в чем этот язык вражды проявляется? Он становится гораздо жестче. То есть все эти суждения, что женщин надо призвать к порядку, заставить что-то делать. В основном сейчас это, конечно, связано с демографией. На женщин пытаются переложить все те проблемы, которые государство создало для населения в целом. Почему люди не имеют детей? Почему люди умирают раньше? Почему вот эта депопуляция случилась у нас? Потому что была такая внутренняя политика. Вот так государство относилось и относится к человеческим ресурсам. Но ответственность за это несут не персонально женщины, которым сейчас навязывают эту миссию родить во что бы то ни стало, и побольше, и пораньше. Должно этим заниматься государство. Государство проблемы создало, государство должно устранить. Именно в этом отношении, в отношении женщин, с точки зрения репродуктивных прав и свобод, по-моему, самый сейчас тяжелый момент. А то, что уже во многих регионах практически женщины не могут получить, допустим, доступ к бесплатному, точнее так, оплаченному по ОМС легальному медицинскому аборту, это уже факт. Религиозная пропаганда уже пришла в школу, хотя это вообще противоречит основам Конституции. Это тоже факт. То, что девочек начинают целенаправленно теснять из образования, ну то есть что, вот был Елишенко у нас в прошлом году победитель, да, он что говорил, там, девочке надо в 17 лет родить. Это что, девочке надо в 16 лет уже, значит, вступить в сексуальные отношения и забеременеть, получается, да, это значит, какой она, она даже общеобразовательную школу в этот момент не закончит. А что говорить о профессиональном образовании, о высшем образовании, о карьерном росте? Никому что не надо? Я предпочитаю, чтобы женщины и девочки решали только сами. Вся мировая криминальная статистика свидетельствует, именно женщины совершают самые жестокие преступления. Но в чем причина? Ведь, казалось бы, насилие, крайняя степень жесткости противоречит самому женскому естеству. Ну, здесь явная подтасовка фактов. Во-первых, она никакую статистику нам не привела в этой статье. Она просто сослалась на некие, я не знаю, выдуманные, наверное, ею цифры. Во-вторых, она пишет о преступлении, которое совершили трое человек, и двое из них мужчины. Но почему-то дьяволом во плоте она вот именно женщину выставляет. То есть здесь явное передергивание этой сексизмы. Федеральному изданию «Негожа» не то, чтобы такие заголовки ставить, но и вообще такие тексты публиковать. С другой стороны, часто можно встретить женщин, которым нравится, что их демонизируют, что вот они такие ведьмы-колдуньи, и что они могут манипулировать мужчинами. Знаете, когда нет реальной власти, когда у тебя нет реального ресурса никакого, и ты ничего не можешь в жизни изменить, по большому счету, остается только выдумывать разные волшебные силы, которые тебе вдруг внезапно присущи. Да, и манипулируют мужчинами они в основном у себя в голове. И это, конечно, большая проблема, потому что женщинам приходится убегать от жестокой реальности в такие вот мифы. Следующий номинант. Ген-директор сервиса «Бла-бла-кар» Ирина Рейдер сообщила, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался приглашать ее в эфир, узнав, что она женщина. Ирина как спикер не подходит. Понимаете, у зрителя есть стереотипы. Ну там, хороший юрист – это мужчина. Или автомобильный эксперт – мужчина, но не женщина. Конечно, это дискриминация по признаку пола. Это транслирование тех самых стереотипов и предубеждений в отношении женщин. То есть, по мнению редакторов канала или продюсеров, которые приглашали, женщина не может быть хорошей специалисткой в том деле, в котором она по факту уже хороший специалист. Следующий номинант. РБК «Пермь». Среди погибших и получивших наиболее серьезный ущерб здоровью от семейного насилия большинство – мужчины. Примерно два из трех случаев причинения тяжкого телесного вреда или убийств во время конфликта в семье – преступления в отношении мужчин. Есть специализированные общественные и государственные ресурсы для женщин. Есть социальные приюты для людей в трудной жизненной ситуации обоих полов. Мужчинам некуда обратиться. Мужчин действительно женщину убивают в семейных конфликтах, но обычно эти убийства происходят в порядке самозащиты. И мы знаем уже несколько кейсов, когда наконец-то адвокатам удалось доказать самозащиту. И большинство, по-моему, женщин, которые сидят сейчас за убийство в наших колониях, именно вот по этой причине и сидят. Они оборонялись. Но в чем же тогда сексизм вот в этой публикации? Передергивание, опять перекладывание вины с жертв на насильников. Женщины против женщин. В номинации представлены. Юлия Арсенина. Дарья Касьянова. Наиля Зиганшина. Я настояла и убедила всех создать эту категорию женщин против женщин. Именно потому, что часть женщин добивается достаточно хороших позиций в социуме. У них есть некие ресурсы, которые они, конечно, вправе тратить, так они хотят. Но можно хотя бы при этом не третировать других женщин, не призывать к дискриминации других женщин. Я понимаю, почему это происходит, потому что таким образом можно улучшить свое личное положение. Мы выбираем ресурсных женщин, те, у которых есть сила, власть. И хорошо бы им понять, что лучше поддерживать других женщин. Давайте тогда о номинантках. Юлия Арсенина. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области. Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем лучше для самой женщины. Чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит. Когда женщина, причем она там заведует здравоохранением, наверняка у нее профильное образование, она медик, высшее образование, да? Вот сама-то она этим образованием воспользовалась, а другим советует не пользоваться и рожать побольше. В этом и сексизм. Дарья Касьянова, ведущая радиостанции «Серебряный дождь». А вы знаете, есть еще такой вид экономического насилия, когда, например, начинает расходиться семья. Ну, допустим, по инициативе мужа. А женщина начинает на него поддавливать. Мол, я тебя без всего оставлю, все будем делить, а еще сейчас пойду, об стену ударюсь и скажу, что ты меня бил. Сплошь и рядом. Историй, когда женщины манипулировали во время развода мужчинами, много можно вычитать в сети и в средствах массовой информации. Почему вы считаете сексистской эту цитату? В данном случае ведущая действительно занималась передергиваниями. И это тоже вот в рамках той кампании, которая ведется против принятия закона о домашнем насилии. Наиля Зиганшина. Председательница Союза мусульманок России и Татарстана. Эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Говоря о девушке, которую родители насильно увезли в Чечню для замужества, Зиганшина сказала, что нужно в первую очередь решать вопрос с ними, так как родители имеют полное право на ребенка. В чем же здесь сексизм на Ильи Зиганшиной? Оправдание дискриминации женщин, оправдание некими традициями. Нет таких традиций, чтобы людей уничтожать, воровать их, насиловать. Это все преступления, и мы должны называть вещи своими именами. Антиженская политика. В номинации представлены... Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. Министерство юстиции Российской Федерации. Мировой суд Дзержинского района Перми. Эту номинацию готовила Полина Кальницкая. Когда мы говорим о антиженской политике, мы имеем в виду различные федеральные и региональные инициативы, направленные на, с нашей точки зрения, ухудшение положения женщин в нашей стране. Либо на дискриминацию отдельных категорий женщин. Как вот в этом году в лонглист у нас попала одна из инициатив в Новгородской области. Выплаты матерям, молодым матерям, родившим первого ребенка до 29 лет. То есть женщины, родившие детей после 29 лет, не удостоились этой выплаты. То есть это понятно, на что направлена эта инициатива, на то, чтобы рожали все, моложе матери становились у нас, россиянки. Но, к сожалению, это ограничивает возможности дискриминировать женщин другого возраста. Что вообще демонстрировали в 2019 году всякие чиновники, министерства и ведомства, люди, которые принимали решения? В первую очередь это различные антиабортные инициативы. То есть направленные на ограничение права женщин на безопасное прерывание беременности. И также были инициативы, но это уже со стороны РПЦ, но высказанные в различных государственных рабочих комиссиях о придании эмбриону статуса человека и закреплениями за эмбрионами прав человека. Ну и инициатива, которая попала у нас в тройку, это разделение потребительской корзины по половому признаку. Вот уж раз вы об этом заговорили, давайте тогда конкретно о номинантах. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил сделать состав потребительской корзины различным для мужчин и женщин. На что направлена эта инициатива? На установление последующей, да, то есть они определят сначала эти корзины различные для мужчин и женщин, а затем, исходя из стоимости этой корзины, будут определять минимальную заработную плату и социальные пособия. И что мы в итоге получаем? Что женщины у нас будут получать меньше заработную плату и меньше социальной выплаты. Это общераспространенное мнение, ну, бытует, да, что мужчинам нужно больше еды, а женщинам нужно больше гигиенических наборов, ну, гигиенической продукции. Все это ведет к дискриминации женщины. Министерство юстиции о проблеме домашнего насилия заявило, масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены. Жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации. Этот ответ, и вот эти слова, которые вы подцитировали, это совершенно не уровень ответа государственного органа на официальный запрос Европейского суда по правам человека. К сожалению, всегда, когда идет разговор о том, что женщины страдают в какой-либо области, в бытовых разговорах или в разговорах такого обычного уровня сразу говорят, а как же мужчины, они же тоже страдают. Немножко было, ну, не смешно, конечно, здесь очень грустно и иронично наблюдать эту реакцию со стороны чиновников такого высокого уровня. Они должны опираться на статистику, а не на мифы, которые распространены в обществе. Мы видим из этого ответа, что, во-первых, Минюст не владеет статистикой по вопросу, не владеет анализом ситуации и не собирается ничего делать с этим, поскольку они считают, что проблема преувеличена. Как она может быть преувеличена, если несколько дел в ЕСПЧ от женщин пострадавших и от родителей пострадавших, которые не добились правосудия в России? То есть это не просто какие-то отдельные дела, это тенденция. Мировой суд Дзержинского района Перми не признал дискриминацией разный проходной бал для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс гимназии. Суд не увидел, что ограничивается право девочек на доступ к образованию. Предоставляются незаконные преференции для мальчиков при поступлении в эту гимназию. Что характерно, прокуратура заметила и завела дело на гимназию и на директора гимназии по административной статье об ограничении доступа девочек к образованию. То есть наша прокуратура, она увидела, наши судебные органы не видят, что такое дискриминация. Чем руководство гимназии вообще объясняло то, что для мальчиков и девочек разные баупорха? Там какая-то такая цитата была, я сейчас ее приведу примерно, да, я не помню, что сказала директор гимназии, в смысле, я помню суть. Она сказала, что, ну, посмотрите, у нас в страну управляют бывшие мальчики. Она просто в своих словах отразила вот тот самый сексизм, да, что девочкам надо быть в 10 раз лучше, чем мальчикам, чтобы пробраться куда-то в хорошую школу, в органы власти, да, там, к руководству компании. А мальчики и так сойдут, они же, смотрите, они страной управляют, они и так хороши. Реклама. В номинации представлены. Список кандидатов в номинации рекламы готовила Лидия Китаева. Маркетологи из года в год продолжают удивлять тем, что они совершенно не следят за тенденциями рынка. Время идет, заканчивается первые четверть 21 века, а в рекламе в отечественный век по-прежнему каменный. Первый видеоролик. Хочу поделиться своим мнением. Ничего не решать – тоже решение. Выходи за рамки, принимай его. Выбирай больше, живи легко. Иногда сказать себе нужно. Я не хочу ничего решать. Я хочу в подружку. Сеть магазинов косметики «Подружка». Я не хочу ничего решать. Я хочу в подружку. Всем известна поговорка, этот мем «Я не хочу ничего решать. Это же такая шутка. Что здесь сексистского?» Поддержание гендерного стереотипа, что все, что нам нужно девушкам – это пойти в магазин, купить косметики, модных шмоток и, в общем-то, ничего не решать. Для этого есть те, у кого и ума побольше. Иногда для любой женщины, мне кажется, это идеальный день. Это идеальный день, да, если мы знаем, каков бэкграунд у этой женщины, что она целый день пахала на работе, потом пришла домой, там вторая смена. И хорошо бы вот это вот все кому-нибудь делегировать, не принимать сложные решения, а пусть кто-нибудь сделает за меня. Но это не потому, что она не в состоянии это сделать, а потому, что у нее нагрузка слишком высока. А все представляет, что зачем. Зачем вообще девушке забивать свою хорошенькую головку всякими глупостями, когда можно пойти в магазин и купить помаду. Это любовь. Большая, очень большая любовь. Действуйте, чтобы получить все, о чем мечтали. С кредитом наличными от ВТБ. Банк ВТБ. Все получится. Что сексистского в этой рекламе и почему, кстати, вот в аннотации к номинации на антипремию «Сексист года» написано, что фактически этот слоган читается как «Возьми кредит, купи невесту». По-моему, очень милый ролик. Герой ролика подходит к красавице, заговаривает с ней и начинает себе воображать, что сейчас он возьмет кредит и всего романтично устроит и в конце концов заполучит эту женщину прекрасную. Но в конечном счете все сводится к тому, что женщина меркантильна. Нужны только деньги. Но устреть это что не так? Ей же квартир понаснимали. Шастую тут. Чайный гриб, мумиё. Столько всего перепробовала. Старшим надо уступать. Признаки варикоза не повод ощущать себя старше своих лет. Траксивозин Нео. Какие ваши ноги? А что же в этой рекламе сексистского? Должна быть молодая, веселая, энергичная. Кроме того, целый ряд антиварикозных средств, которые рекламируются у нас, в основном на телевидении, весь упор делают на женской красоте. То есть не на страшном заболевании, которое эти средства призваны излечивать, ну или хотя бы излечивать симптомы, а на красоте. Более того, я открою страшную тайну, варикозное расширение вен может быть у кого угодно. Не только у женщин, но и у других людей тоже. И главная номинация «Сексист года». В ней представлены... Дмитрий Рогозин, Дмитрий Смирнов, Сергей Вострецов. О том, почему выбрали именно этих кандидатов и кто еще претендовал, но не попал в шот-лист премии «Сексист года», расскажет Екатерина Писарчик. Отбирая кандидатов для юбилейной премии 2019 года, мы обратили внимание на следующие тренды. Во-первых, это ограничение репродуктивной свободы. Параллельно с этим активное продвижение многодетности, призыва рожать, рожать и рожать, уже даже не в ущерб карьере, как, например, в прошлом году призывал губернатор Санкт-Петербурга, а в ущерб образованию, как предлагает наша нынешняя финалистка Юлия Арсеньевна. Следующая важная тема — это закон о противодействии семейно-бытовому насилию, который стал активно обсуждаться в прошлом году. По этой теме высказывались очень многие известные люди. Владимир Жириновский, который не вошел в нашу тройку, считает, что если принять этот закон, мужчины откажутся вступать в брак, потому что будут бояться. Юрист Иван Соловьев, который сам по себе неизвестен, но является бывшим мужем Натальи Поклонской, считает, что агрессивны на самом деле женщины, которые издеваются над мужьями и детьми. Адвокат Генри Резник и историк моды Александр Васильев считают, что делать что-то и принимать какие-либо законы в этой сфере неперспективно, потому что ситуацию не изменить. Мы ничего с этим не сделаем. Пусть все остается так, как есть. Один из трендов довольно заметных состоит в том, что деятели нашей культуры в прошедшем году довольно массово высказались о том, что женщины не имеют способности к творческим профессиям и значительно уступают в этом мужчинам. Среди них были, например, победитель кинотавра молодой режиссер Борис Акопов, который сказал, что он, конечно же, феминист и он, конечно же, очень уважает женщин, но женская режиссура – это плохая режиссура. Андрей Кончаловский и Роман Виктюк высказались о том же самом, о том, что женщины не способны к творческим профессиям. Виктюк сказал, что женщин он бы даже в театр не пускал играть. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса. Корабль раньше назывался Федерация, теперь будет называться более мужским названием. Все-таки корабль должен не как девочкой называться, мужским именем. Дмитрий Рогозин обесценивает все женское. Он живет в России и говорит на русском языке, в котором такие понятия, как столица, родина, Россия, армия, полиция. Государственная дума, федерация, космическая станция – это все слова и выражения в женском роде, которые существуют наряду с мужским и являются равнозначными. Но при этом господин Рогозин считает, что именоваться в форме женского рода – это оскорбительно. Куча домохозяек не вылетают из-за границы с отдыха. Профессией не может быть домохозяйка. Статус такой может быть. Я вот домохозяйка. Сижу дома, ничего не делаю. За тунеядство у нас сейчас не привлекают. Раньше, в советское время, такая домохозяйка, у которой уже дети в сад пошли, поехала бы в другое место работы. Официальное российское исследовательское агентство «РАМИР» в 2018 году выпустило исследование, согласно которому до сих пор в России до 76% всей бытовой работы выполняется женщинами в зависимости от вида деятельности. При этом большинство из этих женщин не являются домохозяйками, а работают полный рабочий день и при этом еще имеют бытовую нагрузку. Реальность такова, что женщины выполняют львиную долю бесплатного, тяжелого бытового труда, который никак не оценивается материально и даже не поощряется никак обществу, потому что он незаметен. Сергей Вострецов, очевидно, проводит очень много времени в соцсетях и судит о домохозяйках по немногочисленным представительницам светской Москвы, которые действительно могут значительное время проводить вне России, в отпуске, в теплых странах, а потом еще в течение какого-то времени постить фотографии, которые они там сделали. Дмитрий Смирнов, протеерей. Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. Дмитрий Смирнов договорил на пожизненную премию за вклад в сексизм, потому что он выступает чуть ли не каждую неделю с отчетным громким заявлением. Мы выбрали самое яркое, самое острое его заявление. Но вы же не будете спорить, действительно не так много ученых, математиков, химиков, физиков, выдающихся. Кругом мужские имена. Так, наверное же, это не просто так. Мы до сих пор наблюдаем последствия исторической реальности, когда в течение столетий женщины были вообще лишены права получать высшее образование. А в 20 веке, когда они наконец получили такое право, вся система высшего образования и послевузовского образования была настроена таким образом, что женщин там не ждали. Даже если женщина добивается научной степени до сих пор, стеклянный потолок существует, он реален. Плюс, как мы уже с вами обсудили, никто с женщин не снимал обязанности работать во вторую смену, то есть выполнять бытовые дела. Именно поэтому женщинам приходится трудиться гораздо сильнее, чем мужчинам, чтобы добиться того, чего добиваются мужчины. Принято говорить, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая организует его быт, помогает ему. И это так. За женщиной не стоит никто. Считается, что если ты хочешь, и ты можешь, считаешь, что ты можешь получать образование, получай, но не забрасывай свои личные обязанности. Я жду, что наконец-то мы немножко продвинемся по пути к равноправию, по пути к реальности, где женщину будут уважать или хотя бы оставить в покое, если говорить о нашем кандидате Дмитрие Смирнове. Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Продолжение следует...